Большое спасибо всем, кто подписан на меня через бусти и донатерам, вы поддерживаете мой канал. Этот видеоролик никем не уплен за 300 рублей, как я вот обычно делаю. Это просто, считай, мне захотелось, сделал небольшое видео. В преддверии нового анонса 4-го Аверлорда, который будет в июле 2022 года, я решил продолжить небольшую старую рубрику о том, насколько силен все-таки наш Мамонга. Очень много комментаторов не поняли, почему я взял именно Аверлорда, а не какого-то другого персонажа. Ведь даже среди подмастерья есть довольно интересные личности с хорошими потенциалами. А все дело довольно простое. Во-первых, Айнс Олгоун — это максимально известный персонаж Повелителя. Он и есть сам Повелитель. Поэтому его разбирать имеет смысл хотя бы в плане того, что люди его узнают. Какой-то шалтир ищут гораздо меньше, чем информацию про Аверлорда. Это факт. Несмотря на то, что персонаж фансервисный, может быть где-то хорошо, где-то хуже, все говорят, что вот он проиграл ей и так далее, как это все плохо, неужели он настолько слаб? Нет. Просто способности Айнса Олгоуна не направлены на победу. Они направлены на уничтожение противника. И лучше всего он справляется с теми, кто слабее его. Самым главным неприятелем для Айнса является нежить. Потому что он сам нежить. И так уж получается, что все его скиллы, направленные на точечную победу, не способны напредить нежити. Например, его ультимативная способность цель всей жизни гибель. Я перефразировал, ты знаешь почему. Она не способна победить того, кто уже технически погиб. Поэтому к какой-то степени вот тебе и имба против Айнса. Почему я не взял кого-то другого из гильдии Оверлорда? На самом деле он является среднестатистическим игроком высокого ранга. И не имеет каких-то особых уровней сил. Можно сказать, что аккаунт Оверлорда максимально прокачан по всем фронтам. И не имеет каких-то определенных преимуществ. У него нет как такового уклона на физические стороны. И на магии он тоже концепт не держит, ведь у него есть мировые артефакты. И наличие этих мировых артефактов делает его в разы сильнее некоторых из той же гильдии. Но эти мировые артефакты на протяжении большого количества томиков Ранабе появляются как скелет в шкафу. Костяну везет, можно сказать, то, что у него случайно завалился нужный ему артефакт. И если в начале еще это терпимо, то на протяжении всей истории это вызывает какое-то странное чувство. Я пришел смотреть не за тем, как он из шкафа достает какую-то сферу и побеждает, а за тем, как он разваливает силу, будучи лидером. Чего я, кстати, здесь не замечаю. Оверлорд вообще в каком-то смысле лордом сложно назвать. Давай скажем так, у него прокачено красноречие, неудача и никакой другой атрибут. Например, взяв его слуг, Демиург часто дополняет Оверлорда. И если опять же в начале это забавно, то вот ближе к середине истории возникают вопросы. Почему все настолько все равно на это? Почему главный герой не может сказать, выйдите пожалуйста, или я обдумаю этот вопрос позже? Он не способен? Я не знаю. Вот именно такое отношение у меня к Оверлорду. И еще раз говорю, он не является сильнейшим внутри собственной вселенной. Но так сложились карты Таро, что на данный момент, внутри этой же вселенной самые сильные пропали. В этом-то и мотивация главного героя их найти. Потому что если это сделает не он, то не дай бог они будут еще и с ним сражаться. Потому что они вряд ли будут разбираться, что в конце концов тут произошло. Если брать воинов Назарика, то да, способности есть поинтереснее, чем у Оверлорда. И в целом, почти все способности самого Мамонги заключены в том, что он должен побеждать за прокаст. Если одна из этих способностей по какой-то причине функционирует неправильно, или так получается, что она не способна нанести должный урон, то можно сказать, весь прокаст уходит на смарку. Я приводил пример с тайм-стопом. И цель всей жизни – гибель. Так уж выходит, что эти способности функционируют, так как вторая отложена, а тайм-стоп это время может сократить. Но в чем незадача? Цель всей жизни – гибель не работает на нежить. И ее уже не убить. Тайм-стоп не работает на многих игроков высокого ранга, потому что они имеют защиту. И даже некоторые лица в Назарике имеют какой-никакой иммунитет. Но большинству персонажей все-таки надо этот иммунитет прежде активировать. И обычно такое происходит перед каким-то ПВП. Все-таки этот скилл очень неустойчивый, ограниченный, и внутри тайм-стопа нельзя нанести подходящий урон. Можно использовать способности, которые активируются со временем, и тогда нанесется урон после тайм-стопа. Но если не подобрать тайминг и не отменить его вовремя, то ты профукаешь важнейший скилл. Поэтому все и проблематично. К поводу желаний тоже отдельный минус. Иногда на каст некоторых заклинаний требуется большое количество времени на подготовку. И будь то просто желание за опыт, который до сих пор не до конца раскрыт, или же массовые заклинания, способные уничтожить половину земного шара, на Айенза просто могут напасть. Это не означает, что его боевая мощь снизится. Нет, он довольно силен. И, например, в той же AFK-арене является хорошим персонажем. Но там есть лучше. И это странно. Почему Аверлорд не является Аверлордом? Именно поэтому я до сих пор читаю Ранабе, и жду, когда мне ответят на данный вопрос. И немножко по поводу четвертого сезона. Я разочарован, что полностью закрепился брежний состав. Я еще не отошел от 3D в третьем сезоне, и местами приходилось даже скипать против своей воли. И в четвертом я просто вижу трейлер, и мне неприятно. Я чувствую отвращение. Есть хорошее 3D во многих произведениях, например, в том же Евангелионе. Но тут, к сожалению, нет бюджета на хорошее 3D. Ведь Мэтт Хаус делает все-таки много всяких аниме. И им до Аверлорда Лампочки нет, это же не самый популярный их тайтл. Само собой это шутка, но это грустно. Аниме не растет. Но я надеюсь, что саму арку экранизируют хорошо. И мне будет не стыдно показать ее своим, ну или хотя бы чужим внукам. С тобой был Гора, большое спасибо за просмотр. К Аверлорду я вернусь, наверное, ближе к анонсу. А может быть и раньше, если, конечно, кто-то приложит к этому денежку. Большое спасибо Бустерам за поддержку и донатерам. А мы с тобой еще услышимся. Я не прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин